Так, состоялся анонс нового Ассасина, и в игре можно будет играть за Ассасина. Не может быть. Не может быть. Да всего лишь ждали каких-то 7 лет. Вообще было несколько анонсов в плане серии Assassin's Creed. До этого Юбисов нагнали нереальный хайп, наняли знаменитых певцов для презентации и обещали нереальное шоу, а в итоге было довольно скучно. Геймплей Ассасинов не показали, и самое прикольное на презентации было то, что разработчики все время повторяли одно слово. Excited. I'm so excited. Today we're excited. We're so excited. Rainbow Six Mobile. Ну скажи это. It's been a big excited year. We're so excited. Ты можешь перестать быть excited хотя бы 2 минуты. Но все же показали новые трейлеры и тизеры Ассасина. А после этого завалили нас тоны информации. Интервью, статьи, ролики с объяснением фишек игр и так далее. Поэтому давайте так. Сегодня я расскажу вам исключительно про Мираж. Не из-за вредности. Просто про другие игры серии тоже много инфы. Я не хочу ее мельком просто упомянуть. Плюс надо изучить еще пару интервью, а также расшифровать послания в этих роликах. Так что дайте мне еще пару дней, и я расскажу вам про будущее серии. А сегодня опять же Мираж. Я прям excited и хочу поделиться с вами новостями и впечатлениями. А если вы недостаточно имеете в себя exciting, то вам определенно нужен имба energy. Хочешь получить 6,5 литров энергетика абсолютно бесплатно? Тогда дослушай интеграцию до конца. Имба energy, если кто не знал, это первый в РФ и СНГ быстрорастворимый энергетик для геймеров и любителей аниме. Если не можете особо определиться с выбором, то есть раздел с рекомендациями от блогеров. Кто знает, может быть у них появится даже имба со вкусом ласточки. Еще у них есть большая аниме коллекция, где недавно появились еще два новых вкуса. Суккуб и Сэмпай. На сайте большой выбор различных вкусов. Например, вайфу имеет нотки ананаса и дарит заряд бодрости. А хигао сочетание сладости, тропических фруктов и кислости грейпфрута. Лично я рекомендую лесные ягоды. Благодаря сочетанию нескольких ягод вкус получился насыщенным. Также имба совместно с блогерами выпустили эксклюзивные шейкеры. А для вас мы с имба energy подготовили подарок. Целых 6,5 литров энергетика совершенно бесплатно. А это целых 18 порций. Для этого выбери три любых вкуса, введи мой промокод, сделай заказ и получи четвертый энергетик бесплатно. Также имба energy можно приобрести на полках 23 магазинов настольных игр Мосигра. Еще имба снова стал доступен для жителей Казахстана. Все ссылки вы найдете, конечно же, в описании. Так, ролик будет состоять из глубокого анализа CGI трейлера Миража, а потом обсудим интервью разработчиков. Смотрите, CGI трейлеры созданы не просто, чтобы показать крутой синематик. Они также сделаны, чтобы полностью раскрыть фантазию и дать понять, что за игровой опыт дарит та или иная игра. В этом трейлере квинтэссенция того, что это за проект. И CGI Миража классный, но, к сожалению, он только наполовину справляется со своей задачей. Давайте разберем его по кусочкам и я все объясню. Трейлер разделен на две части. Первая это полезная инфа. И смотрите, начинается все в Освятилище Ассасинов. Событие тут примерно за 20 лет до Вальгалы. Басим проходит инициацию, после чего нас отправляют в прошлое. Мы видим молодого Басима и красивый богатый рынок Багдада. Сам Басим замышляет шалость. Он хочет украсть кошелек одного богатого на вид человека. И ему это удается. Этот навык нам пригодится в самой игре. То есть возможность воровать вернется. К сожалению для Басима, его все же засекли. Начинается погоня и видно, что он паникует. На это он явно не рассчитывал. При этом можно заметить, что за ним следит Ассасин. Видимо, Басим чем-то ее заинтересовал. Герой при погоне ломает вещи из окружения, чтобы мешать охранникам его преследовать. Опять же, это тоже старая фишка. И она вернется в мираже. Как и верблюды вернутся как в маунтовой игре. Кстати, я все это не из воздуха беру. Разрабы сами про это рассказали. Там свой же CGI трейлер разобрали. Так что то, о чем я говорю, это инфа сотка. Дальше Басим пытается паркурить, но ничего не получается. Он фылит и вот-вот ему конец. Но прилетает нож. Кстати, метательные ножи разработчики вернули. Басима спасает Ассасин. Она спускается по тросу. Опять же, все эти вещи для паркура возвращаются. Более того, разрабы обещали прыжки на шесте. Я пока не знаю, как это будет выглядеть. Но мне определенно интересно. В общем, женщина Ассасин становится для Басима ментором. И она начинает тренировать его в Аламуте. Не в Мессиафе, как подумали многие. Мессиаф в то время даже в планах не был. До его создания еще где-то два века. И Аламут интересен тем, что он построен над храмом Ису. Именно оттуда Альтаир взял диски памяти. Так что, надеюсь, мы посетим этот храм. Тренировок Басим, собственно, доходит до момента инициации. Он отрезает себе безымянный палец. И получает ассасинские миссии в Багдаде. Вот, кстати, еще Орел. Его функционал из Origins возвращается полностью. Даже тут можете заметить, как Орел в кавычках подсказывает, куда герою идти. Но надо быть осторожным с Орлом. Потому что лучники могут его убить. Ну и дальше Басиму надо устранить одного чувака. И тут мы видим много фишек, что предлагает игра. Социальный стелс. Вот, например, можно притвориться попрошайкой и напасть на врагов. Можно совершить мультиубийство, как Бэтмен совершает тейкдауны. Еще вернулись дымовые бомбы. Вернулись седовитые растяжки. И возможность драться с крытым клинком в открытом бою. Трейлер заканчивается тем, что герой убивает члена Ордена Древних. Мы это по маске можем понять. Он проводит обряд с пером. Но тут появляется вот этот чел. Как говорят разработчики, это Джин. Очевидно, что на самом деле он связан с Локи. Который постепенно хочет захватить сознание Басима. И, собственно, конец трейлера. Что касается второй смысловой части этого CGI ролика. То это именно, что бесполезный фан-сервис. Ролик буквально один в один копирует целые моменты из трейлера второй части. Но зачем? Многие скажут, что типа Вальгала тоже так делала. И да, но в этом и была суть игры. Вальгала это игра, которая связывает все части. Прошлое с будущим. Она объяснила много вещей из оригинальных игр. Пролила свет немного на бэкграунд второй части, третьей части, на современность и так далее. Так что тут подобные отсылки просто-напросто уместны. А Мираж мы уже знаем, что просто игра про Басима. Она никак не связана с другими играми серии. Причем современности почти не будет. Только два ролика в начале и в конце игры. К тому же трейлер тот же второй части шедевр. В котором каждое действие нам о чем-то полезном говорит. А разрабы Миража просто их повторили без того, чтобы учесть контекст. Обсуждать прям все не буду, но возьмем два ярких момента. Вот начало охоты на жертв. Эдсу должен убить двоих тамплиеров. Поэтому он нанял куртизанок, чтобы их отвлечь. А потом он в толпе нанес бы удар. К сожалению, план сразу идет по одному месту. Потому что один из тамплиеров оказывается танцевать. Поэтому Эдсу начинает импровизировать. Он убивает первого тамплиера. И смотрите, что дальше происходит. На Эдсу нападают охранники этих чуваков. Но он убивает только в рамках самозащиты. Охранники буквально умирают от собственного оружия. Лежачего Эдсу не трогает. А дальше он вынужден начать погоню. А что происходит в Мираже? Басим должен убить одного чувака из Ордена Древних. Этот прото-тамплиер буквально проходит перед ассасином. Но вместо того, чтобы ударить врага и потом убежать. Герой тут же нарушает второе правило Кредо. Которое буквально в эту же секунду рассказывает Ментор. Басим бездарно себя выдает. Убивает кучу людей и вообще-то ни разу не обязательные жертвы. К тому же он сильно рискует сам своей жизнью. Собственно, из-за этой тупости начинается ненужная погоня, которая копирует трейлер второй части. Второй момент это прыжок вниз. Эдсу бегает по крыше и тут прям жирно выделяется его схожесть с Орлом. Он сверху преследует свою жертву. И когда он ее находит, то уверенно пикирует вниз. Тут даже звуком Орла подчеркивается это. Из-за одежды героя реально похоже на пикирование Орла. Басим же почти всю погоню преследовал жертву с земли. Но под конец погони просто залез на башню, чтобы спрыгнуть вниз. Но зачем? Тут такое неуместное копирование везде. И видимо подобное не только в трейлере. Ибо если судить по словам Сары Булье, это сценаристка игры, то история Басима буквально копирует историю Эдсу. Мираж начинается, когда Басиму 17 лет. Второй Ассасин начинается, когда Эдсу 17 лет. Оба пережили трагедию в жизни, и оба всю игру из обычной шпаны становятся мастером-ассасином. Обычно так копируют старые сюжеты именно сценаристы-новички. И действительно, Сара Булье вообще серии не особо знакома. Это ее первая работа во вселенной Ассасина. И вы спросите, разрабы что? Не могли взять сценариста, который знаком с серией? И он был. Изначально сюжет писал Рассел Лесс, который работал над третьим Ассасином Юнити. Только он умер в начале этого года. В общем, не думайте, мне трейлер понравился. Наконец-то в Ассасине мы будем играть за Ассасина. Впервые за многие-многие годы. И сеттинг просто потрясающий. Но вот неуместные моменты, где очень коряво играют на ностальгии, у меня не особо зашли. Теперь давайте поговорим о деталях игры, о которых разрабы поведали нам в интервью. Басима будет играть не Карло Рота, а Лима Дждуб. Но это понятно, нужен более молодой голос. Карло все-таки уже за 60. И, кстати, насчет русского перевода. Озвучки не будет, но русские сабы добавят. Что касается геймплея, то, господа, игра экшен-адвенчур. Как первой части, никакого РПГ не будет. В игре будет большой город, смотрите карту. Бесконечные леса и поля остаются за бортом, а по размеру Багдад примерно как Париж из Юнити. И в Мираже тоже можно будет заходить в разные здания. Например, будет бюро ассасинов. Еще возвращается система известности. А прокачка навыков будет примерно как в Far Cry 3. То есть нам дадут три древа умений, которых надо прокачать. Что касается паркура, то разрабы подчеркивают, что его улучшили. Но ничего революционного. К сожалению, не будет уровень Юнити или первых частей. Так что чудо не случилось. Напоминаю, движок Вальгала даже не создан для глубокой системы паркура. Но вот с боевкой интереснее. Дело в том, что она гибрид боевой системы Вальгала и Юнити. То есть ты все так же уворачиваешься, атакуешь, как в Вальгале. Но при этом басим более хрупкий, чем Эйвор. Он может выдержать всего несколько ударов. И бой с тремя-четырьмя врагами уже испытание для него. Опять же, Челик только к концу игры будет опытным мастером-ассасином. Но в отличие от Эйвор, басим намного быстрее и ловчее. Поэтому как в Юнити придется активно двигаться, использовать гаджеты и стелс, которого тоже улучшили. Особенно работали над ИИ врагов, чтобы они честно себя вели. Они как Вальгали, когда они видели тебя сквозь стены. А еще вернули блэкбокс-миссии из Юнити, что тоже несомненно плюс. Также, и это потрясающие новости. Во-первых, в игре мифологии почти не будет. То, что мы видим тут, это понятно, что от Локи. От этого никуда не деться. Но по словам разрабов, фэнтези-элементы хорошо работали в Вальгале и в Ориджинс. Но Мираж просто не про это. Во-вторых, никакого дрочива. Продолжительность игры примерно как у Изгоя. То есть где-то 30, максимум 40 часов на прохождение. И вообще в игру вернули просто тонну офигенных фишек. Убийство одним ударом при помощи скрытого клинка. Можно прятаться на крышах. Анимации полностью переделаны, чтобы герой действовал как ассасин. Вернули много старого контента, как контракты на убийство. И разрабы не просто взяли фишки из старых частей. Они, цитата, их улучшили. И я это определенно запомню и проверю. Ибо это... Сильное заявление. В общем, все эти вещи вызывают интерес и реально радуют. Читать интервью приятно. Кроме, конечно, некоторых моментов. Ubisoft есть Ubisoft. Но не могут они не обсираться. Это невозможно. Например, просто дико. Офигительно сильно раздражает все это говно с новичками. Игра буквально создается для фанатов первых игр серии. Но новички, новички, где же наши новички? Все время разрабы о них говорят, что в эту игру можно играть не зная лор серии. Вообще, новички, не надо пугаться, что нет РПГ. Мы обещаем, что это единственный такой случай. Пожалуйста, не обижайтесь новички. Драчильни на 100 часов будут. Мираж ничего не меняет. Она не представляет радикальных изменений. И серия в эту сторону не поворачивается навсегда. И как же это убого. Ubisoft, отрасти мать твою уже яйца. Все время пытаются угодить всем. И в итоге никто не остается доволен. Вы игру делаете для определенной аудитории. Зачем вам все это говно? Что с вами не так? Или вот с коллекционкой. За ее покупку тебе дадут скинчик Принца Персии. И, собственно, это еще один намек на донатный магазин. Ubisoft его добавляют сейчас не только в ААА играх. Так что готовьте 15 долларов за каждый скинчик. Также в коллекционке диска с игрой не будет. Инди-студия не может предоставить тебе такую услугу. Все-таки коллекционка стоит каких-то 150 долларов. В общем, если убрать эти негативные моменты, то я довольно excited. И хочу играть в эту игру. Впервые с 2014 года Ассасин реально вызывает у меня просто дикий интерес. Разрабы, конечно, новички. Они не делали до этого крупных проектов и не работали над Ассасином. Креативный директор игры разве что одно DLC для Вальгала разрабатывал. А Дерби МакДэвид не участвовал в проекте. Он просто в двух словах объяснил, что надо делать с историей Басима. Ибо это он придумал персонажа. Но в интервью я вижу, что разрабы любят серию. Они не делают как те же Квебек. Не оскорбляют фанатов. И первые Ассасины говоря, какие же они говно были со всеми этими флагами. Даже наоборот. Эти разрабы активно играли и изучали старые части. Это было важно во время разработки. Почти всех разрабов заставляли проходить первые игры серии. Так что я хочу уже увидеть геймплей игры. Тогда на 100% станет понятно, что это за проект и как именно разрабы обошлись с наследием серии. На сегодня у меня все. Собираем 253 лайка. Торг уместен, но могу скинуть максимум 5 лайков. И когда они будут, я в ту же секунду начинаю пилить видос про другие анонсы серии. Договорились? Договорились. Еще заходите в мой телеграм-канал для мемов и большей инфы. И до скорого, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok